всем привет это шестая лекция закономерное закономерное соответствие переводе и так у нас имеется следующее это эквиваленты эквивалент это у нас равнозначное соответствие как правило не зависящие от контекста эквивалент играет роль катализатора в процессе перехода и значение очень далеко особенно при устном переводе следующие это термины термины это слово или словосочетание обозначающие предмет явление или свойства отношения процесс цифически для данной отрасли но или техники искусство или сферы общественной жизни например над кайка и так далее термин отличается от слов обиходной лексики четкой семантической очерченностью границ и специфическую понятий обозначаемых ими точные знания требуют точного выражения мысли а термин не только закрепляет понятие название но и точнять его отделяя от смешных понятий так как терминов великое множество они подразделяются на родовые понятия понятия закрепляющие их термины в рамках отдельного образа знания располагается систематизировано что предполагает наличие родовых понятий вокруг которых группируются видовые понятия я поставил эту картинку смешарики поскольку это все они относятся к разным видам и животным да то есть к разным видам животных но вместе они объединяются в одно и это смешать дальше термин лоу английский и в данном случае юридически да означает разные разные переводы зависимости от контекста например лоу брейкер это правонарушитель лоу экспансис судебные издержки и лоу мейкин создания законов лавана кодекс чести вот так термины значения их бывает буквальным и терминологическим термины обозначающие понятия насчет буквальные то что означает да да ну после министра означает министр понятно а терминологическое это когда гварда национальная гвардия то есть термин обозначающий понятия иностранной действительности мистор-министр и термины обозначающие понятия нас ранее действительности отсутствующие русской действительности, но имеющие общепринятые русские терминологические эквиваленты. Следующая. Термины, обозначающие понятие иностранной действительности, отсутствующие в русской действительности, которые не имеют общепринятых русских терминологических эквивалентов, например, receiving order. Это означает, как вы видите, 3. Переводы судебных приказов на отношение управляющего конкурсной массы, по-моему, очень на получение денег, или даже 4. Исполнительный лист, приказ суда об управлении имуществом банкового имущества, которое является предметом спора. Следующая. Термины разделяются на 3 группы. Адекватный перевод терминов первой группы достигается путем использования терминов, обозначающих соответствующих иностранным понятиям, понятия русской действительности или, в нашем случае, кыргызской действительности. Второй группы, это адекватный перевод терминов заключается в подборе общепринятых русских терминологических эквивалентов, например, кварт, национальная гвардия. В кыргызском контексте мы, возможно, будем адекватный перевод третьей группы будет достигаться путем создания нового термина, который должен органически входить в существующую терминологическую систему. Но это зависит от контекста. Например, существительная пина обозначает ряд значений палец, шрифт, шпилька, шпильт, специальное значение шкорь, нос, цапфа и другие. Но, например, если я вам скажу he is weak on his pins, переводом будет он плохо держаться на ногах. Квивалент pins в данном случае норме. Для обеспечения точности передачи значений иногда приходится жертвовать экономией языковых средств. Например, слово bringmanship. Brinkmanship означает bring в крае врыва пропасти, man, человек, ship, корабль. Если собрать все вместе, получаем человеческий корабль у края в пропасти. Но контекст подсказывает, что это балансирование на грани войны. И policy of brinkmanship переводится как политика балансирования на грани войны. Например, следующее словосочетание переводится как joint thinking, коллегиальность, spirit of discipline, дисциплинированность. В каждом конкретном случае переводчик выбирает соответствующие вариации. Исходя из контекста, переводчик обязан передать не только что сказанного оригинально, но и как это сказано и приводит к необходимости в аналогической стадии в переводческом процессе. Но не забываем, что в современном мире мы используем большое количество инструментов. Вот допустим, выход в коры, то он нажал, затем, как он сразу подсказал на детский перевод. Вариантивное соответствие. Многозначное слово есть в способности одного и того же слова выступать в предложении в разных значениях и сохранять эти значения вне предложения. Значение многозначного слова в фиксируемом в словаре называется словарным значением слова. Итак, мы сейчас возьмем русский и английский язык. Языки и их различия, да? Русский язык и язык фриктивный, то есть он достаточно имеет сложные грамматические отношения и оттенки и значения часто впрессованы в одно слово. Английский же язык аналитический, сложный смысл складывается из нескольких слов. Русский много безличных, неопределенно личных конструкций и возвратных пассивных конструкций. В английском преобладают конструкции с явным выраженным подлежащим. Возвратных глаголов нет, пассив встречается реже. Например, меня продуло, прорвало трубу, ветром вздуло крышу. Здесь нет никаких личных конструкций, да? В английском языке предполагает. Книжная и официальная речь преобладает существительное, особенно глагольное частое нагромождение родительных падежей. Это в русском языке, в английском преобладает глагол, особенно в сравнении с русскими. В русском языке много отрицательной лекции конструкции со словом не мысль честно выражается от противного. Например, вы не знаете, сколько времени. В английском переводе could you tell me the time, please? Преобладает подтвердительное предложение, отрицательное и двойное отрицание встречается реже. Допустим, если мы скажем, не пропадая, мы говорим keep in touch. Не вешай трубку, hold on. Я не мог не сказать ему об этом. I had to tell him about it. Как видите, там нет отрицания, там только одни отрицания, да? В русском преобладает простая модальность, мысль выражается более прямо, категорично, как данность. Да? Замечали, что когда по-русски говорите все прямо, открыто, никто не обижается, да? В английском языке преобладает сложная модальность, выражающая вероятность опущения или сомнения. Мысль высказывается принадлежащая конкретному лицу, отмечается обилие оборотов. Да, такое, например, если что-то обилие. Хочется сказать. Например, они говорят, it seems to, apparently, I would sing for somebody, и так далее. Мне казалось, мне кажется, что я бы хотел, куда я бы хотел бы думать о том, и так далее. Следующий порядок слов в русском языке несет большую смысловую нагрузку. В английском языке порядок слов практически фиксированный. Словые оттенки выражаются другими средствами. Например, I didn't say that to him. Я этого ему не говорила, ему я этого не говорила, я не говорила ему этого, этого я ему не говорила, не говорила я ему этого. Мы будем это переводить в зависимости, как скажут эту фразу в англичане, ну, с какой информацией он скажет. Следующее. Многие предложения начинаются не с подлежащего, а с дополнения. Главное новое часто сообщается в конце предложения. В комнату вошла девушка, лучшим уротарем был Яшин, да? Яшин почему-то в конце. А в английском почти всегда начинается с подлежащего. Главное новое сообщается в начале предложения. A girl entered the room, Яшин was the best call keeper. Следующее. В русском большое различие между книжными, литературными и официально-деловыми разговорными стилями. Внутри литературного стиля четкое различие между функциональным стилем, научным, фактическим и деловым. Различие между литературным и разговорным стилем значительно меньше. Внутри литературного стиля практически нет различия между функциональными стилями. В русском стиле русская ораторская речи довольно тяжеловесный и колоритный. В английской ораторской речи стиль более спокойный, нейтральные эмоции передаются более сдержан. Например, слово «sincerely» — искренне, неподдельный, истинный, подлинный, настоящий, прямой, честный, правильный и поясняет их примерами словосочетаний. «Sincerely friend» — истинный друг. «Sincerely life» — частная, правильная жизнь. «Соответствие» — сложные слова чаще имеют соответствия, чем простые слова. Например, «administrative law» — административное право, «criminal law» — уголовное право. Но предложение. «The English word law refers to limit upon various forms of behavior». В этом предложении «law» переводится как «закон, а не право». Английское слово «закон» зависит от… Относится к пределам различных формов поведения. Многозначность. Существительные, особенно многозначные глаголы, особенно неличные формы, герундия, инфинитив, причастие, прилагательные, местные мнения. Например, английское слово «running» может быть «герундия», переводится как «бег», «бежать» и так далее. Существительный, «бег», «пробег» и «бег». Причастие первого типа, например, «текущий», «текущий». В каждом случае мы переводим по-разному. «Руна живи» может быть неу Protestant. «Руна живи». «Руна живи», «Руна живи», «бег» — но в российском городе где другие мнения. «Руна живи», «н внизу parliament», «от jugи», «от герундия». «Руна живи» «н Закон» trabalhar인 weeks». «Руна живи» Это самый быстрый бег, самый быстрый, да, что можно заставить тебя быть в форме, да, и причастие бегущего. Running girl was at the park. Бегущая девушка была в парке. Например, к русскому прилагательному большому английскому языке в ориентируем соответственность будет big, large, high, tall, huge, great, capital. Например, big house, large, large library, high building, tall man, huge building, great person, capital, letter. Да, вот, допустим, capital, если с английского переводится большая заголовная буква, для capital punishment будет не капитальная, небольшая, а смертная казнь, да. И в каждом конкретном случае нужно правильно подобрать в ориентируемые соответствия. Следующее, это у нас единица перевода. Единица перевода, наиболее общее определение дано в трудах Бархударова. Под единицей перевода мы имеем в виду такую единицу в исходном тексте, которая может быть подтискана соответственно в тексте перевода, но составные части, которые по отдельности не имеют соответствия в тексте перевода. Единица перевода — это наименьшая языковая единица в тексте исходного языка, которая имеет соответствие в тексте на языке перевода. Единица перевода может быть единицей любого языкового уровня. В современном языкознании принято различать следующие уровни языковой иерархии. Это уровень марфанем, для письменной — это графем, уровень марфем, слов, словосочетание, предложение и уровень текста. Пройдемся по каждому из них. Итак, уровень марфанем, например, единицы перевода. Чтобы передать с английского языка фамилию «хит», нужно в фонеме подыскать близкое позвучание и артикуляцию фонемы русского языка. Соответственно, это будет «хит». Такой перевод наносит переводческая транскрипция. Следующая — это транслитерация. Транслитерация была распространена в ходе XIX века, когда любой иностранный текст, записанный знаками латинской графики, при прочтении побуквенно приравнился к латыни международным языком светского знания. Тут написано через тернинг, дознан, да? «Пер аспера, ад астра». Транслитерация и транскрипция. Это характерно, прежде всего, для перевода французских имен собственных на русский язык, поскольку французский язык к XIX веку окончательно утвердился в России как язык светского общения. Его значение было повсеместно известно. Так, перевод имени писателя Дидера Рот, это транслитерация, к середине XIX века сменился на дидера транскрипция, поскольку во французских словах последняя буква не читается. При передаче личных имен и географических названий, хоть и есть ограничения, связанные с традицией, например, Мичиган, Мичиган, да? При передаче экзотизма кубка-кубка. При транскрипционном способе заимствования слов других языков, обозначающих новые понятия, да? Офис, Wi-Fi, тинейджер, менеджер, смартфон, тиктокер, да? При стихотворном переводе, когда передается звук из стиха, тоже, да? Так же. Следующий — это перевод на уровень морфем. В некоторых случаях единица перевода оказывается морфема, типичная, например, английскому расположенным композитам, покармливая морфема. White, moon, sweat, chai, 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 no, ой, spoon, chai, no, ложка. На уровне слов, да? Вы можете посмотреть пример A, да? Пример A, he can't swim, он умеет плавать. Пример B, она возвращается, she comes back. Мы видим из этого, что соотношение может встретиться в любой паре языков. В случаях типа B мы говорим о разноуровных соответствиях, в случаях типа A подноуровных, да? То есть существительное, вспомогательное глагол и глагол. В первом случае все переводится на оказывание. Согласно табличке, да? Один, один. Один. А в втором случае она возвращается, это первое у нас получается, подлежащее, второе с кузами. И все. А в английском соответствии там, she comes back, там еще есть третье слово. Перевод на уровне словосочетания. Словосочетание может представлять собой семантическое единство, как на уровне языка. Наиболее ярким примером такого перевода является перевод эти эмантических или устойчивых фразеологических словосочетаний. Их значение не равняется сумме значений компонентов. Слов и пословный перевод таких словосочетаний, как правило, невозможны. В качестве единицы перевода выступает все словосочетания в целом, например. И все-таки она вертится. And yet it does move, да? Или... It rains cats and dogs. Льет как из ведра. Или... Pull somebody's leg. Дурачить кого-либо. In a blue moon. Очень редко. A white elephant. Дорогой, но бесполезный подарок. Следующий — это перевод на уровне предложений. Семантическим единством на уровне предложений обладает эта пословица. Rome wasn't built in a day. Москва не сразу строилась. Или... Fry fish till it cuts. Не дели шкуру неубитого медлития. Единица перевода является предложением при переводе устойчивых флише форму надписей сигнальных знаков форму вежливости. Примеры. Never drink and boil boil. Не пейте сырой воды. Keep on the grass. Пока зонам не ходи. Осторожно, окрашена. My network. Тихий ход. Иду дорожные работы. Many happy returns of the day. Поздравляю с днем рождения. It's a good boy. For goodness. Следующий — это перевод на уровне текста. Текст в качестве единицы. Переводы обычно рассматривают на примере поэзии. Не только строгие по построению стихотворной композиционной формы. Такие как сонет, но и лирические стихи свободны. Архитектоники. Переводится исходя из сомантического единства всего произведения. Этим объясняется возможность отсутствия пословных соответствий, кажущиеся в вольности натурного перевода. Например, сонет Шекспира. My mistress' eyes are nothing like the sun. Her eyes are far more than her lips red. If snow be wild, why then her breeze are done. If hairs be worse, like wires grow on her head. Перевод на Шека. Ее глаза на звезды не похожи. Нельзя уста кораллами назвать. И белоснежная плечи открытых кожи. И черной проволокой бьется прядь. Перевод текста. Ну, однако, семантическим единством могут обладать и другие тексты, для которых характерна ярко выраженная функциональность. Например, тексты рекламы. Это не исключает того, что в текстах некоторые особенности оригинала передаются с помощью единиц перевода меньшего объема. Так, это реклама у нас с Reebok. Unleash your power and bring out greatness in the others. И хэштег такой BeMoreHuman. Скандал был, насколько я помню, о том, что перевод был вот такой. Там было очень много такого. Unleash your power перевели как перетяц с иглы. И было очень много разных интерпретаций. Там мужского одобрения, да, или на мужское лицо. И вот здесь, где BeMoreHuman, там ни в какие рамки хэштег поставил. Вот. Ну, позднее они удалили рекламную компанию. И также здесь были не только спортсмены, актрисы в английском, то есть в Голливуде. А русские только спортсменки, насколько я помню. А, нет, не только спортсмены, а именно только известные личности. Следующее. Перевод текста. К тому же между уровнем предложения и уровнем текста, выступающие в качестве единицы перевода, нет учредливой границы. Изобретные надписи и формула контакта пословицы с определенных национальных точек зрения можно рассматривать как целые тексты. Допустим, don't cross the bridge until you come to it. Не переходи мост, пока до него не дойдешь, это безусловно. Мы так не переводим, говорим. Русский аналог, не говори, бог, пока не перепрыгнешь. Ну, например, есть некоторые пословицы в русском языке. И в английском языке они практически идентичны, да. Например, лучше поздно, чем никогда. Да, поцелуй тебя, наверное. Вот на этом у меня все. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok